В студии Елизавета Верещагина. Здравствуйте. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона. И в начале выпуска об оперативной обстановке. С утра Гроворонский округ под массированным обстрелом. Как сообщил губернатор, в муниципальном центре погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. По предварительным данным, еще два человека ранены. В городе сильные повреждения получил социальный объект. Полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски. Сегодня также атаковали областной центр и пригород. По информации Министерства обороны, около 11.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Вампир». Средствами ПВО уничтожено 13 снарядов. Обстрел ВСУ унес жизнь одного человека. Еще двое ранены. Медики оказывают всю необходимую помощь. С места событий Кирилл Мусаев. Глумкие хлопки. Ну и сразу же побежали с женой, с ребенком в ванну. Прятались. Осколками посекло фасады многоэтажек. Выбило окна. Автомобили в решето. В результате очередной террористической атаки киевского режима. Один погибший, двое пострадавших. Повреждены квартиры в 16 МКД. Почти четыре десятка машин. Я находился в зале. Собирался делать ремонт в коридоре. Началась сирена. Я собачку. У меня маленькая собачка. Я взял подмышку. Побежал в коридор. Встали в коридоре и выдела у меня. Ну, небольшое окошко. На третьем этаже. А как быстро к вам оперативные службы приехали? Да, буквально минуты две уже все здесь были. Я был у отца. В момент обстрела позвонила мама. Сказала, что прилетели по балкону, по кухне осколки. На балконе разбило четыре окна. На кухне прилетел осколок. Но, слава Богу, не сквозной. Все, слава Богу, на месте. Мать жила. Повезло то, что дома никого не находилось. Все стекла подбивала на центре района. Начали сильные повреждения. Аптека пострадала. Сладик, я слышал, пострадал. Убил по мирным жителям. Укрытие спасло людям жизни. Те, кто в момент обстрела стоял на остановке, спрятались внутри. Снаружи модуля – следы от поражающих элементов. Я нахожусь в жилом районе. За моей спиной на квартирный дом, в котором выбило окна. Напротив – здание детского садика. А между ними приземлился фрагмент украинского боеприпаса. Осколками также посекло рядом стоящие автомобили. В двух детских садах и школе после прилета, без пострадавших, там не было ни детей, ни педагогов. На место происшествия приезжал губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас вот у нас право уже будет в первую очередь закрыть квартиры, а балконы уже будут сделаны так. Вот эти два труда, пожалуйста. Приемные мэры, приемные камни. Бригады уже закрывают типовой контур по временной схеме. Кирилл Мусаев, Кирилл Афанасьев. Такой день на Мире Белогоря. Далее о решениях оперативного штаба региона. Большая часть из них касается уже упомянутого Гроворонского округа, который в последнее время под жесточайшими обстрелами врага. Подробности на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор. Накануне Вячеслав Гладков вместе с главой муниципалитета Геннадием Бондаревым объехал территории, которые ежедневно подвергаются террору со стороны формирования киевского режима. Поговорил с жителями. Людей продолжают вывозить в безопасные места. Тех, кто по разным причинам отказывается, настоятельно убеждают на время выехать. С сегодняшнего дня ограничен въезд в следующие населенные пункты. Город Грайворон, Казинское сельское поселение, село Гарападол, Глотово, Новостроевка 1, Новостроевка 2, Безымена. Там установили посты с сотрудниками МВД, Росгвардии, погранслужбы, Минобороны и администрации округа. Руководитель области объяснил механизм пропуска. Например, нужно покормить коров, у которых есть достаточно много хозяйств, в которых и за коровами нужно ухаживать. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов до места расположения дома. И в обратном порядке проводить ту работу, которую мы проводили, например, когда было временно отселение из Шебекинского городского округа. Что касается снабжения продуктами. С завтрашнего дня власти начнут выдавать бесплатные наборы жителям города Грайворона, сел Казинка, Гарападол, Глотово, Новостроевка 1, Новостроевка 2, Безымена, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Порос, Дроновка, Луговка, Заречье 1, Заречье 2, поселка Горьковский и хутора Масычева. Жители этих населенных пунктов могут прийти в любую администрацию, любого муниципального образования, мы сейчас говорим, например, в администрацию Борисовского района. Предъявить паспорт с пропиской, например, Грайворона и получить в четверг уже продуктовый набор. Те люди, которые проживают в ПВРах, эти наборы по понятным причинам не получат. Почему? Потому что уже получают бесплатное питание, которое обеспечивается за счет областного бюджета. Заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева рассказала, что именно будет входить в набор. Это крупы двух видов, макароны, сахар, консервы рыбные в количестве трех штук, консервы мясные тоже три, консервы масло растительное, чай пакетированный. Печенье и вафли или печенье и сушки, мука, сгущенное молоко и овощные консервы в количестве двух консервов. Вот такой продуктовый набор получат наши жители, которые покинули вот эти 16 населенных пунктов и сейчас проживают родственников, знакомых, либо снимают жилье. И также еще средства гиены первой необходимости. И таких индивидуальных наборов за сутки необходимо собрать 10 тысяч. Волонтеры уже приступили к фасовке. В комплекте помимо продуктов средства первой необходимости. Как выстроена работа, чтобы в максимально короткие сроки подготовить такое количество гуманитарной помощи в следующем сюжете. Шампунь, стиральный порошок, зубная паста. Все выставляется в определенные зоны. Подготавливаются тележки, пакеты. То есть проходим один раз с людьми, показываем. Показали и нам. Это фасовка уже продуктовых наборов. Принцип одинаков, как на конвейере. Все в шаговой доступности. Два человека идут с тележкой и формируют пакеты. Работаем со вторым номером. Сейчас я объясняю, поэтому я сюда одну не кладу. Вообще тот, кто тянет телегу, он кладет одну банку, второй номер, докидывает две. После того, как соберут весь набор, дают на выдачу. Опыт еще со времен атак на Шебекинский округ. Это с июня у нас здесь такая система работала. Потом, когда ситуация облегчилась, сейчас ситуация снова изменилась. И этот метод снова актуален. Среди волонтеров Николай Бутов, директор одной из школ областной столицы. Параллельно с работой на пункте сбора гумпомощи для граеворонцев, участвует в организации поездки своих учеников на базы отдыха в другие районы. Уже 10 субъектов страны предложили принять наших белгородских детей на три недели. При необходимости срок продлят. Работаем со списками детей на отправку в лагеря. Плюс вот сейчас здесь, следом сейчас еду в школу, тоже решать определенные там хозяйственные задачи. А потом обратно сюда. Зов, сердце. Люди в такой печальной ситуации. Следовательно, если можно им чем-то помочь, хотя бы руками дополнительно. Почему нет? 10 тысяч индивидуальных наборов для жителей Граеворона и еще 15 населенных пунктов. Для людей, которые на время покинули свои дома, но не живут в ПВР. Помощь собрали совместно с силами правительства региона и партии «Единая Россия». Мы справляемся, но будет помощь любая, мы всегда готовы. Тем более коллеги предлагают не только продукты питания, а это и стройматериалы, которые сейчас необходимы при восстановлении жилья. Это такие ряд других вещей, которым крайне необходимы в этой ситуации. Как отметил спикер областной думы, такая поддержка будет оказываться и дальше. Напомним, жители отселенных Граеворонских территорий уже с завтрашнего дня могут получить наборы в администрации любого муниципалитета, предъявив паспорт с пропиской. Богдан Арисланов, Александр Сусоев. Такой день на Мире Белогорья. Оперативный штаб региона также принял решение. За март жители Граеворона, Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гарападол, Козинки, Новостроевки 1, Новостроевки 2. Без имена за речья 1, за речья 2 оплачивать услуги ЖКХ не будут. По всем вопросам жители Граеворонского округа могут обращаться на горячую линию 122. Также заработал номер, по которому можно узнать информацию о детских пособиях и пенсиях. Более 2000 жителей муниципалитета получали такие выплаты через Почту России. Тем, кто покинул муниципалитет о своем местонахождении, необходимо сообщить по телефону Белгородского отделения Соцфонда России 30 69 69. Специалисты оперативно составят списки для доставки пенсий и пособий. Сегодня в Старомосколе губернатор посетил пункты временного размещения. Сейчас там находятся и люди из Белгорода. Но в большинстве это жители Граеворонского округа. Наталья Житниковская подробнее. Главное здесь тихо и безопасно, все остальное решаемо. Но вопросов у людей немало. Как оформить детей в школы и детские сады, где можно трудоустроиться, что будет с пострадавшим имуществом. Конечно, самый важный – когда вернуться домой. Надеюсь, что мы максимально быстро сможем наших жителей вернуть к себе домой. Там, где есть повреждения, как и всегда, оценим и начнем восстановление. Мы просим наших коллег-губернаторов взять детей на три недели, если будет не улучшение обстановки, продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Но это на решение родителей. Ситуация в Граеворонском округе остается напряженной. Но они все понимают и готовы ждать. Все хорошо. И мыться, и купаться, и есть, и пить. И что надо ебуться, и одеться, и порошок. Только раз и ровно есть. Относятся хорошо, носят нам все. Есть, сдают, крыша есть над головой. Мы вообще благодарны за их труд, за работу, готовка, сколько они готовлют. Это вообще, это же не на одного человека. На помощь Граеворонцам пришли сотни неравнодушных. Волонтеры помогают в быту, культоработники и педагоги организовывают досуг. Каждый день приходят медики. На днях приедут и кризисные психологи. Приезжаем, осматриваем всех, решаем вопросы по медикаментному обеспечению. Те, кто стоят на учете и требуются редкие лекарства, связь у нас с руководством больницы. Самое главное, чтобы для всех были достойные условия. Спасибо огромное всем сегодня неравнодушным гражданам за такое отношение к людям. Из домов Граеворонцы выезжали экстренно. Нужно много вещей первой необходимости. Эти кадры мы снимали накануне. Сбором и доставкой занимается Межрегиональная общественная организация Евгения Кондратюк «Святое Белогорье против детского рака». Сейчас у нас тоже машина поехала закупать первую партию необходимого. Сейчас снова пойдем закупать. То есть мы формируем заявки, сразу пишем списки, чего не хватает, это докупаем. На первый же пост в соцсетях с просьбой о помощи откликнулись сотни людей со всей страны. У меня есть чем помочь, и я решила этим поделиться. Я уже как-то приносила однажды, и смотрю, что требуется сюда. Девочки начали писать, знакомые мои сюда приносили. Староскольцы вещи привозят, жители других городов заказывают на маркетплейсах или пересылают деньги. По нашим пожертвованиям можно изучить географию нашей Родины, потому что пожертвования приходят сразу с самых разных уголков. Наталья Житниковская, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья. Сейчас еще об одном решении оперштаба, что касается образовательного процесса в области. Уже в своем утреннем видеообращении Вячеслав Гладков рассказал, с сегодняшнего дня в школах приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского округа досрочно начались каникулы. В колледжах и вузах дистанционное обучение, без присутствия преподавателей в учебных заведениях. Кружки, секции, в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на этой неделе пока работать не будут. Также было принято решение на то, что поверка счетчиков в Белгородском районе нам будет или необходимость делать поверку счетчиков до 1 мая в Белгородском районе не будет. Поэтому, уважаемые жители тех ограниченных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться штрафом. Жители региона обучают навыкам оказания первой помощи. В Алексеевском округе в эти дни курс проходят представители различных трудовых коллективов, которые дальше будут уже в качестве инструкторов делиться своими знаниями с коллегами. Преподаватели, действующие медики, два дня интенсива, теория и обязательная практика. Специалисты отмечают, такое массовое обучение белгородцев уже помогает в экстренных ситуациях. Большое количество пострадавших уже имело оказанную первую помощь до прибытия сотрудников скорой помощи, сотрудников медицинной катастрофы. То есть уже приехали, элементарно какая-то повязка была, какой-то жгут был наложен, человек был в укрытии, лежал там как-то. То есть это уже было достаточно видно, что наша работа, она приносит свои плоды. После этих курсов те, кто пройдет тестирование и сдаст точный экзамен, становятся дипломированными инструкторами с правом преподавания. Белгородская область – первый наравне с Чечнёй субъект страны, получивший четыре золотых катка. Это награда за успешную реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в 2023-м наш регион вновь стал лучшим. И теперь все четыре статуэтки, как подтверждение качественной работы наших дорожников, красуются в областной столице. Присуждается за качественное выполнение программы дорожных работ и за успешную реализацию национального проекта. За прошлый год было выполнено 120 километров автомобильных дорог, ремонт. Это региональные дороги, муниципальные дороги. И также выполнение работ по ремонту искусственных сооружений. Также в 2024 году эта работа продолжается. Каждый год идет обследование как нашим заказчикам и нами, так и федеральным уровнем. Это гарантийное обязательство, то есть оно проверяется, ежегодно выезжается на место, происходит осмотр данной дороги, есть ли минимальное количество разрушений и гарантийных обязательств, то, естественно, это все учитывается в рейтинге, то есть это говорит о том, что сделано качественно было в предыдущие годы. К другим темам. Продолжается отборочный тур проекта губернатора «Ты в деле». Экспертная комиссия оценивает бизнес-идеи молодых и инициативных ребят, которые мечтают стать будущими предпринимателями. Напомним, до этого конкурсанты прошли этапы вовлечения и сопровождения. Свои проекты ребята разрабатывали вместе с опытными наставниками и педагогами из ведущих вузов региона. Теперь экспертная комиссия проведет оценку работ по 10 направлениям. Для этого сформировали соответствующее количество групп, в каждой свой руководитель. Я возглавляю комиссию, которая оценивала проекты в области развития городской среды. Их было всего 9, но это не значит, что нам было легко сделать выбор. С коллегами мы определили критерии оценки. Это качество проработки бизнес-проектов, Это качество и логика проработки таких разделов, как маркетинговый план, финансовый план, команда, стратегия продаж. И вот когда мы посмотрели на проекты через эту призму, нам было гораздо легче сделать свой выбор. Экологические проекты по переработке древесины и мусора, проектирование арт-объектов. Особенность направления по развитию городской среды еще и в том, что в своих работах юные белгородцы рассуждают, как окружающее пространство влияет на качество жизни. Вот эти проекты, они отличаются от других проектов, поэтому их выделили в определенную категорию, но они также важны и нужны. Наш телеканал снимал все мероприятия, которые проходили в рамках проекта «Ты в деле». И видно, насколько педагоги и наставники уделяли время ребятам и помогали им на всех этапах проекта для того, чтобы у них был стимул и мотивация двигаться вперед. А уже 23 марта станут известны имена 30 финалистов-победителей, призеров и лауреатов, которые точно отправятся в бизнес-лагерь. Дополнительно такую возможность получат еще не менее полусотни участников. И в завершении перенесемся в Вейделевку. Там наша съемочная группа познакомилась с семьей, которая воспользовалась давно зарекомендовавшей себя мерой поддержки – программой социального контракта. О том, как развивали свое дело, супруги Марчук рассказали Татьяне Куликовой. Раньше в Вейделевке была всего одна автомойка. Для пусть и небольшого населенного пункта все же мало. Так подумали супруги Марчук и решились открыть свой бизнес. Для района мойка нужна, если уж так разобраться, нужна. Машин много, в каждом, можно сказать, дворе по две, по три машины. А мыть во дворе, ну это плохо. Признаются, начинать было страшно. Помогла программа соцконтракта. Получили господдержку 350 тысяч рублей. И социальный контракт стал как бы стартом для открытия этого дела. Эти деньги были направлены на аванс для приобретения оборудования. Дальше мы закредитовались, приобрели два поста оборудования, сделали ремонт зданий, ну и, собственно, начали потихонечку работать. Что могли, делали своими силами. Ответственно подошли и к выбору оборудования. Ну, это самое главное – сердце нашей мойки. Остановились на белгородской компании. Аппарат высокого давления, дозирующий насос и пылесос – все это купили на средства соцконтракта. Сейчас уже появились постоянные клиенты. Семья имеет стабильный заработок. И это главный результат программы. Только в Ведельском районе за прошлый год заключили 132 соцконтракта на общую сумму порядка 23 миллионов рублей. А с начала этого поддержкой воспользовались уже более 20 жителей муниципалитета. Радует то, что с каждым годом интересных предложений становится все больше и больше. Все больше разнообразия – это и мастерские, и парикмахерские услуги, и сфера красоты, и ногтевой сервис. Если мы при заключении социального контракта – это все были семьи в статусе малообеспеченных, то сейчас это и семьи, получающие постоянный стабильный доход. Составление бизнес-плана и оформление необходимых документов помогают специалисты соцзащиты. Татьяна Кулькова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. И на этом выпуск завершен. В студии работала Елизавета Верещагина. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий региона. А еще больше информации в нашем телеграм-канале. Увидимся в следующих выпусках такого дня. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok